Тони Ты идешь по тротуару, а значит должен соблюдать обязанности пешехода А мне какое до этого дело? Ты являешься пешеходом, а значит не должен выбегать на проезжую часть И идти надо навстречу движению транспортных средств А я об этом ничего не знал Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам Здравствуйте, ребята! Я вижу, вы куда-то торопитесь Даже не заметили, как нарушили правила дорожного движения Уважаемый инспектор, мы ничего не нарушали Дорогу вы перешли в положенном месте, это правильно Но пешеходы, выйдя на проезжую часть, не должны останавливаться Бежать или резко менять направление движения, чтобы не подвергать опасности своей жизни Я же говорил тебе, Тони, не баловаться О, да ладно тебе, Руби! Если хотите, я провожу вас, куда вы идете? Сегодня 1 сентября У нас в школе проходит торжественная линейка О, и мы на нее опаздываем! Тогда не будем терять время, идемте Расскажите, что еще нам надо знать при переходе дороги? Проезжая часть – это зона повышенной опасности Поэтому, переходя дорогу, нужно быть очень внимательными и собранными Конечно, не баловаться И если ты начал переходить дорогу, то ни в коем случае нельзя посреди проезжей части разворачиваться и бежать назад Даже если вдруг вспомнишь, что забыл дома учебник Правила надо соблюдать Если ты начал переходить дорогу, перейди ее до конца и только тогда, если забыл учебник, вернись назад Можно перейти дорогу здесь, только я что-то не вижу знака – пешеходный переход и зебра И как же нам быть? Сначала мы с вами должны посмотреть, нет ли поблизости пешеходного перехода Если его нет, то перейти можно по линии обочин на перекрестке, но только в присутствии взрослых Если же нет перекрестка и дорожная разметка отсутствует, и знака «пешеходный переход» нет, и отсутствуют дорожные и пешеходные ограждения То для того, чтобы перейти, надо встать лицом к дороге, посмотреть налево и убедиться, что машин поблизости нет Дойдя до середины дороги, остановитесь на разделительной полосе, такой как эта, и посмотрите направо Едут машины Мы с вами переходим дорогу не по пешеходному переходу, поэтому машины не остановятся, чтобы нас пропустить Пропускаем их мы с вами Ну вот, вроде все проехали Теперь можно идти Теперь можно Вот мы с вами и перешли дорогу Оказалось, что дорогу переходить совсем не страшно Конечно не страшно, нужно только соблюдать правила дорожного движения Обратите внимание, друзья, на этой стороне нет тротуара, и нам придется идти по почине А это не нарушение правил Пешеходы должны идти по тротуарам, но если их нет, можно идти по обочинам А если отсутствует и обочина, то можно идти по велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей части Пешеходы должны идти только навстречу движения автомобилей и держаться ближе к левой стороне И помните, дисциплина на улице – залог безопасного движения А мы почти пришли Сейчас повернем, и вы увидите нашу школу Слышите музыка? Эта линейка начинается Тони, идем скорее Дяденька инспектор, приходите посмотреть нашу школу и линейку Там Тони будет стихотворение про первое сентября рассказывать Конечно, посмотрю Будьте аккуратнее, ребята Нападающий Тони ведет мяч Он обходит противника Удар Гол! Руби, согласись, я классный нападающий Давай, давай еще разок, а? Тони, дождь собирается Давай по домам Ну, пожалуйста Ладно, давай Ой-ой-ой Я его принесу Мой мяч Тони, стой Привет, Тони Ты как? Больно Я из-за этих машин упал Чего они сигналили? Ну, главное Мяч цел Что же это у тебя за мяч? Раз ты ради него рисковал жизнью? Да ничего я не рисковал Просто взял свой счастливый мяч Я ему же 25 голов забил Тебе еще повезло, что машины смогли остановиться И ты остался жив Внезапно выбегать на проезжую часть Очень опасно Но они же видели мой мяч И что я бегу за ним Могли бы и притормозить Тони, водитель в машине, увидев тебя на дороге, сразу же затормозил Но машина не может остановиться сразу Это почему? Есть такое понятие, как тормозной путь А это еще что такое? Это расстояние, которое машина проедет после того, как водитель нажмет на педаль тормоза Она что? Как будто по льду катится? Не по льду, конечно Но на мокрой, ровной дороге машина тормозит дольше По той же причине она скользит Значит, пусть едет медленнее Да, действительно Чем быстрее едет машина, тем дольше она будет тормозить Поэтому водитель не должен ехать слишком быстро Но и пешеходы должны быть внимательны Тони, ты сам виноват в том, что с тобой случилось Если бы ты не выскочил на дорогу за мячом, ничего бы не было Понимаете? Я все понял, господин инспектор Выбегать на дорогу нельзя, потому что даже если водитель меня увидит, машина сразу не остановится Совершенно верно! Молодец! А как же тогда машина останавливается перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов? Когда водитель заранее видит пешехода, он начинает остановочный путь до полной остановки машины Поэтому в темное время суток не нужно торопиться при переходе дороги А сначала убедиться, что автомобиль остановился Даже если мы переходим по пешеходному переходу? Конечно! Жаль, что я не узнала об этом раньше Теперь в футбол не скоро поиграю Ничего, Тоник, скоро ты выздоровеешь И мы сыграем на чемпионате школы Только, Чур, мы в одной команде Да! Хорошо бы поскорее выздороветь Мы с тобой бы тогда всех выиграли! Сегодня у моего друга Руби день рождения И я должен купить ему подарок Что же будет лучшим подарком для Руби? Конечно! Книга! Он же такой умный! А будет еще умнее! Сейчас в книжную лавку, а потом на праздник! Почему пешеходный переход под землей? Наверное, ничего страшного не произойдет, если я тут быстренько перебегу Хотя Руби мне говорил, что можно переходить дорогу только там, где есть пешеходный переход Но это же надо спуститься, потом подняться Ой, неохота! Ты что, правил не знаешь? Для тебя же подземный переход построили! Возвращайся назад! Ну, так я точно опоздаю! Это быстрее, чем ты думаешь! И главное, безопасно! И правда быстро! И главное, ни одной машины! Так, осталось придумать, какую же книгу подарить Руби Может, про космос? Нет, лучше про животных О! Или про машины! Во! Руби точно понравится! Книга все обо всем! Тут и про машины, и про космос! Интересно, а правила дорожного движения здесь есть? Ух ты! Есть! Ну-ка! Ну-ка, ну-ка, что тут написано? Если вам необходимо перейти перекресток То пересекать проезжую часть нужно по пешеходным переходам Если пешеходного перехода поблизости не видно Во! Во! У меня так часто бывает! Ага! Не видно Необходимо двигаться по линии тротуара А не наискосок Так, попробуем перейти дорогу, как в книжке написано Дороги с таким знаком мне нравятся Все машины едут в одну сторону Посмотрел налево? Машин нет И иди себе смело! О! О! Тут и машин больше, и дорога шире А что в книжке написано? Как переходить такую дорогу? Так Пройдя к проезжей части дороги Надо остановиться и посмотреть налево А дойдя до середины дороги направо Так Значит, смотрим налево и идем О! А как же идти дальше? Тут же машины! Ой! Ой, и сзади машины! Привет, дружок! Я вижу, тебе нужна помощь Ой, здравствуйте, инспектор! Я тут дорогу по книжке переходил А вот теперь стою А машины и сзади, и спереди Я не знаю, как быть Успокойся, Тони Главное, стоя на проезжей части Не нервничать и не бегать туда-сюда Ты сделал все правильно Ты дошел до середины проезжей части Остановился на разделительной полосе Или островке безопасности Теперь надо просто дождаться Пока проедут машины перед тобой И спокойно перейти дорогу Не торопись И давай попробуем Вместе перейти эту часть дороги Ты знаешь, с чего надо начинать? Да Надо посмотреть направо Вот После этой машины Можно идти, да? Вот видишь Ничего страшного Главное помнить Как правильно переходить дорогу А еще лучше Переходить дорогу По пешеходному переходу Да я бы с радостью по переходу Да только тут его поблизости нет Ну в таком случае Подожди кого-нибудь из взрослых И попроси их помочь тебе перейти дорогу Ой Это меня, наверное, Руби вспоминает У него же день рождения сегодня Уже, наверное, все гости собрались А я опаздываю Тогда беги скорее Будь осторожен И передавай привет своему другу Ух ты! Вот молодец Способный мальчик Все правильно делает Руби! Поздравляю тебя с днем рождения И дарю тебе эту книгу Она, знаешь, какая умная Она мне сегодня так помогла А еще тебе привет передавал инспектор Он тоже мне помог Ребята, я вас приветствую Так, все собрались И мы можем начинать Тони, Руби, Кубик Мы с вами находимся рядом с перекрестком А вот знаете ли вы, что такое перекресток? Да, это легко Перекресток Это место, где дороги пересекаются Правильно Или где к одной дороге присоединяется другая Или когда одна дорога разветвляется Вот посмотрите Как здесь Ребята, а еще бывают типы перекрестков Что еще за типы? Нерегулируемый перекресток Это когда на перекрестке нет ни регулировщика, ни светофора Перекресток регулируемый Это когда есть на перекрестке регулировщик или светофор И тогда все участники движения двигаются строго по сигналам светофора или регулировщика Кто знает, какие цвета у светофора? Красный? Стой! Желтый? Внимание! Зеленый? Можно двигаться! Что? Я в книжке читал Все правильно! Молодец! Помощь водителям На перекрестках вы часто можете видеть вот такие знаки Движение по полосам На них указано, куда может двигаться автомобиль Ребята, а как мы с вами узнаем, что машина будет поворачивать? А, она! Она включит поворотники! Ну или эти, как их, сигнальники! Совершенно верно! Прежде чем повернуть, машина должна сообщить, что она будет поворачивать И поэтому она мигает сигнальными фонарями, расположенными на той стороне, куда будет поворачивать А-а-а! А я-то все думал! Что мне машины одной парой подмигивают? А они, оказывается, поворачивать собирались! Ха-ха! А кто знает, как правильно переходить перекресток, если на нем нет светофора? Переходить дорогу? Ну и перекрестки! Можно только по пешеходному переходу Это там, где есть зебра на дороге и знак «Пешеходный переход» Вот! Правильно! Нужно убедиться, что водитель вас пропускает, а затем переходить дорогу А как нужно себя вести, переходя дорогу? Идти спокойно и не бежать! А если нет знаков, нужно быть предельно внимательным И переходить сначала только одну дорогу, затем вторую И никогда не бежать наискосок А вы знаете, как переходить дорогу, если светофор не работает или его нет? Не знаем! Расскажите, пожалуйста, инспектор Если светофор не работает, обычно движение регулируют сотрудники полиции Вы должны помнить, что пешеход может переходить дорогу, когда регулировщик остановил движение автотранспорта через дорогу, которую вам надо перейти А если светофора нет вообще? Или регулировщика тоже? В этом случае пешеходы должны дождаться, пока проедет поток машин и дружно перейти дорогу Когда светофора нет, водители должны пропускать всех пешеходов, идущих по переходу Но безопаснее переходить дорогу группой Особенно для детей Как же быть, если пешеходного перехода нет? Сначала мы с вами должны посмотреть, нет ли поблизости пешеходного перехода Если его нет, то перейти можно по линии обочин на перекрестке, но только в присутствии взрослых Если же нет перекрестка, и дорожная разметка отсутствует, и знака пешеходный переход нет, и отсутствуют дорожные и пешеходные ограждения То для того, чтобы перейти, надо встать лицом к дороге, посмотреть налево и убедиться, что машин поблизости нет Но уж если так получилось, что перейти дорогу надо, а вблизи нет пешеходного перехода Тогда нужно посмотреть, нет ли вблизи перекрестка и переходить дорогу по линии тротуаров Хотя безопаснее дойти до пешеходного перехода А если нет не только пешеходного перехода, но и перекрестка, и на дороге не установлены дорожные и пешеходные ограждения То надо выбрать участок дороги, хорошо просматриваемый, в обе стороны Затем смотрим налево Если машин нет, доходим до середины проезжей части Останавливаемся После этого смотрим направо Убедившись, что машин нет, переходим дорогу А еще, когда переходишь дорогу, нельзя баловаться, бегать, прыгать и пятиться Я надеюсь, вы запомнили все правила, о которых мы с вами сегодня говорили И будете всегда их соблюдать Ведь это важно и поможет вам избежать неприятностей при переходе дороги Первый электрический светофор изобрел Лестер Вайер из США Еще в 1912 году Правда, тогда светофор был только с двумя сигналами Красного и зеленого цвета А вот желтый цвет добавили только через 8 лет в 1920 году Три цвета светофора для автомобилей и по сей день остались неизменными Красный обозначает проезд запрещен Желтый предупреждает о смене сигнала светофора А зеленый говорит о том, что можно продолжать движение А вот для пешеходов светофор состоит только из двух цветов Красного и зеленого, на которых еще изображены человечки Красный человечек стоит, и мы должны остановиться Зеленый человечек идет, в этом случае и мы можем переходить дорогу На некоторых пешеходных светофорах установлены специальные кнопки Если нажать на такую кнопку, светофор тут же загорится зеленым цветом И пешеходы смогут перейти дорогу Это небольшой городок Лопатания Как и в любом городе, здесь есть и дороги, по которым ездят автомобили И дома жителей, и тротуары для пешеходов А еще есть перекрестки и светофоры В городке Лопатания много машин Поэтому все жители прогуливаются только по тротуарам Не выбегают на дорогу и соблюдают правила дорожного движения Все, кроме Тони Руби самый умный житель Лопатании И он всегда соблюдает правила дорожного движения В отличие от Тони Руби дошел до перекрестка возле своей школы и остановился К этому же перекрестку направлялся и Тони Он шел в припрыжку и напевал свою любимую песенку Как вдруг увидел Руби, стоящего перед светофором Привет, Руби! Ты чего тут стоишь? Я жду, пока на светофоре загорится человечек зеленого цвета Тогда машинам загорится красный цвет Они остановятся, и я смогу перейти дорогу Пока на светофоре горит красный человек Переходить дорогу строго запрещено Так гласят правила дорожного движения Которые нужно соблюдать, если переходишь дорогу Ха! Это кто придумал такие правила? Хе-хе-хе! Вот еще стоять и ждать Пока этот, этот, как его, ну Цветомор покажет зеленый цвет Я пойду прямо сейчас Ой, 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 как больно, ой, 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 больно, больно Тони, что ты наделал? Тебе нужен врач Потерпи, скоро помощь уже едет А ведь все могло быть по-другому Если бы Тони дождался зеленого сигнала светофора Ой, 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 как же мне больно И почему я не послушал Руби? Ребята, никогда не переходите дорогу на красный свет Иначе может произойти несчастье Как же все-таки хорошо, Руби, что на этом перекрестке установлен светофор И дождавшись зеленого сигнала Мы можем перейти дорогу Ребята, наверняка рядом с вашей школой Тоже есть такой перекресток со светофором Или пешеходный переход И наверняка вы соблюдаете правила дорожного движения И ваша дорога в школу и домой безопасна А тем, кто спешит и нарушает Я хочу напомнить Секунды ожидания зеленого сигнала светофора Ничего не изменят Зато уберегут вас от неприятностей на дороге Продолжение следует... Кубик! Ты что, тут дорогу собираешься переходить? Ага. Кубик, тебе что, безопасных мест для перехода дороги мало? Что ты под колеса бросаешься? Вот, Тони четко знает, что дорогу переходить можно только по пешеходному переходу. Да, Тони? Да! Кубик, кубик, вот, посмотри туда. Пройди сто метров и перейди дорогу по надземному пешеходному переходу. Или пройди немного вперед, вот до того знака, и сможешь перейти над ней. Ну, точнее, по надземному пешеходному переходу. Если в зоне видимости есть знаки пешеходных переходов, то дорогу нужно переходить именно по ним Это безопасно! Хотя напрямик быстрее Напрямик быстрее попасть в больницу Пешеходного перехода здесь нет и машины пропускать тебя не будут О, это точно! Руби, помнишь меня даже однажды машина сбила? Из-за того, что я правила дорожного движения нарушил Кубик, ты куда? Помогите! Помогите! Стой! Стой! Успокойся! Успокойся! Ты стоишь на разделительной полосе! Тебе здесь ничего не угрожает! Кубик теперь нарушитель Вон, еще и инспектор идет Здравствуй, Кубик! Давай вместе перейдем дорогу Руби, пойдем скорее к Кубику! Ну, идем скорее, Руби! Кубик, ты разве не видишь? Едет скорая помощь Ты знаешь, как нам перейти дорогу? Надо посмотреть направо И если машин нет, переходим дорогу Ты зачем здесь пошел? Зачем перед скорой помощью побежал? И сирена, и мигал Эти знаки говорят о том, что машину нужно пропустить Нам очень жаль, что так получилось, инспектор Правила мы знаем Тогда почему до пешеходного перехода не дошли? Да это Кубик решил напрямую Подумал, так быстрее будет Ну, а друзья Кубику зачем? Он же мог под машину попасть Тони, Руби, вы же знаете правила Руби, объясни своему другу Как и где правильно переходить дорогу Кубик, дорогу можно переходить Только по пешеходному переходу А если его в близости нет Попроси взрослых тебе помочь перейти дорогу Потому что перебегать дорогу, как ты Очень опасно Ну, вот и молодцы А теперь бегите по своим делам Спасибо, инспектор Тони, ты уже решил, про какую профессию будешь писать сочинение? Какое сочинение? Какая профессия? Твоя будущая профессия Ты чем слушал? Только же сказали Конечно, решил Когда я вырасту Я буду водителем Буду водить машину Или автобус Или вообще грузовик Или нет Буду водить самолет Самолетом управляет Пилот Спусти с небес Урок закончился Домой пора Ну, а ты про кого напишешь? Я думаю писать Про ученого Ой Да уж, интересно Ты вон как-нибудь нахимичь, чтобы зеленый светофор загорелся А то что-то красный долго горит Руби Ты что, цвета разочелся отличать? Нам же красный горит Горит-то красный Зато регулировщик показывает, что можно идти Это он тот человек, который машет там чего-то И с каких пор он стал главнее светофора? Ну, вообще-то Это регулировщик дорожного движения И он был всегда главнее светофора Ну, тогда пошли А теперь стой Ты же сказал, регулировщик показал, что можно идти А теперь он показал, что нужно стоять О, да чего он там показал? Стоит руками, машет Пойми его, стоять или идти Сигналы регулировщика, кстати Это тоже правила дорожного движения И их надо знать Ну что, друзья, растерялись? Ничего Я вам подскажу Нет ничего сложного Нужно просто быть внимательным Когда регулировщик стоит лицом к пешеходам Как я сейчас к вам Пешеходы стоят, как на красный сигнал светофора А машины едут по направлению жертв Свисток означает знак Внимание, смена сигнала А поднятый вверх жезл означает Всем остановиться Теперь регулировщик поворачивается к вам боком И жезлом показывает направление движения Проходите, как на зеленый сигнал Есть еще один сигнал Когда регулировщик вытягивает руку вперед Тогда пешеходы, стоящие лицом к регулировщику и со спины Должны стоять А вот те, кто стоят сбоку от регулировщика Могут идти, если жезл вытянуть не в их сторону Ну вот, ничего сложного Лицом стоим, боком идем Лицом стоим, боком идем Ты чего бормочешь? Да запоминаю, когда стоим, когда идем И чего он тут вообще появился? Мне и со светофором неплохо было Светофор сломался, и поэтому, пока его не починят Сотрудник дорожной полиции будет регулировать движения транспорта и пешеходов А-а-а Потому он и регулировщик Что регулирует Понятно А когда починят светофор, что он делать будет? Ну а вообще, сотрудники дорожной полиции А инспектор к ним относится Следят за порядком на дорогах Чтобы водители и пешеходы не нарушали правила Инспектор Важная профессия Он за безопасностью следит Все Я решил Я буду инспектором дорожной полиции Буду за нарушителями гоняться Но чтобы быть инспектором Ты должен все-все правила дорожного движения знать Иначе Как ты будешь следить, чтобы другие их не нарушали? Наша главная задача рассказать и научить Чтобы ребята, вроде вас, знали правила и, конечно, их соблюдали Ну, честь имею Классно, Руби! Теперь я точно буду инспектором дорожной полиции! Тони и Руби собрались в гости к своему другу Кубику Он живет на улице Солнечной, городка Лопатания Правда, это далековато от того места, где живут наши друзья Тони, я предлагаю дойти до остановки И подождать маршрутный транспорт Чего? Опять ты со своими заумными словечками Так называют автотранспортное средство Предназначенное для перевозки пассажиров Это автобусы, троллейбусы, трамвай и такси Ну так бы сразу и говорил А то маршрутный транспорт И автобусы, и трамваи, и троллейбусы с такси Движутся только по своему маршруту Говоря проще, из пункта А в пункт Б И обратно, совершая остановки по дороге Отсюда и название Маршрутный транспорт Руби, ну хватит умничек Вон, наш автобус, давай быстрее Побежали! Тони, стой! Во-первых, ты нарушаешь правила дорожного движения Выбегать на проезжую часть строго запрещено А во-вторых, здесь автобус не останавливается Это почему это? Потому что здесь нет знака остановки автобуса Смотри, знак остановки вон там, через дорогу Там автобус не остановится Ну? Ну и где он? Ой! Ой-ой-ой! Выходить на проезжую часть опасно Тебя же может задеть машина Передняя дверь в автобусе призназначена только для выхода А вот заходить нужно среднюю часть Тони, а ничего не забыл сделать Например, оплатить проезд Тихо! Никто не видел, что я не заплатил Тоник, оплачивать проезд маршрутам в транспорте обязаны все, без напоминания кондуктора. Это обязанности всех пассажиров. Да мне вообще все эти ваши правила надоели. Не ходи сюда, не ходи сюда. А мне все равно как надо, я буду делать как захочу. Тоник, в автобусе нельзя включать, бегать и прыгать. А то что? А то тебя высадят и ты поедешь пешком. Нет, до Кубика еще далеко, а я идти пешком не хочу. Ну, и в какую дверь надо бы ходить? В переднюю. Ой! Ой-ой-ой! Тони, запомни, автобус нужно обходить сзади и только по пешеходному переходу. Машины тебя убедят и остановят. Твоя поездка могла бы быть совсем безопасна, если бы ты соблюдал правила дорожного движения. Да, назад поедем по правилам. Приключений мне на сегодня хватит. И это... Ну, Кубику не рассказывай, что я не знаю правила дорожного движения. Я обещаю выучить. В городке Лопатания с утра переполох. Все жители готовятся к необычным соревнованиям. Тони, Руби и Кубик решили выяснить, какой вид транспорта ездит быстрее остальных. Стартуют наши участники на улице Вишневая. Финиш возле Большого моста. Участники готовы. Итак, на старт, внимание, марш! С первых секунд вперед вырывается Тони. Немного отстает Руби. И последний пока Кубик. Вот наши участники добежали до развилки. И теперь главное сделать правильный выбор транспорта. Так, мы видим, Тони направляется в сторону автобусной остановки. Руби следует за ним. Неужели ребята поедут вместе на автобусе? Теперь все понятно. Руби ждал трамвай. Теперь, когда машины остановились, он перешел дорогу и сел в трамвай. Пока Руби лидирует в нашей гонке. Ну, ну давай же быстрее, ну быстрее, давай! Ну быстрее! Да что же это за автобус-то? Как черепаха прямо тащится! Ай-яй-яй! Тони, разве ты не знаешь, что даже если ты сильно торопишься, сначала надо пропустить людей, выходящих из автобуса, а потом заходить в салон. О! Маршрутка! Вот, на ней я и поеду! А где же Кубик? Похоже, он подготовился заранее и решил добраться до финиша на своем велосипеде. Кто же окажется быстрее? Велосипед тоже является транспортным средством. Так что Кубик не нарушает условия нашего соревнования. Он едет на велосипедной дорожке, соблюдая правила дорожного движения. Красный свет светофора заставляет остановиться трамвай и маршрутное такси. У Руби и Тони теперь опять равные шансы на победу. Но посмотрите! Это же Кубик! И кажется, сейчас он вырвется вперед! Так, почему-то Кубик останавливается, слезает с велосипеда у пешеходного перехода. Неужели его транспорт неисправен? Так нечестно! Теперь все понятно. Велосипедистам не разрешается пересекать дорогу по пешеходному переходу. Но если велосипедист идет пешком и рядом катит велосипед, он приравнивается к пешеходу. Так что наш Кубик все делает правильно. И соблюдает правила дорожного движения для пешеходов. Стой! Стой! Нет, мне в другую сторону! Подождите, остановите! Тони не знал, что маршрутное такси оттого так и называется, что едет четко по маршруту и может останавливаться только там, где установлен знак «Остановка маршрутного транспорта». Первым появляется Кубик на велосипеде. Но возле финиша знак «Движение на велосипедах запрещено». Кубик должен оставить свой транспорт на стоянке для велосипедов и заканчивать соревнования пешком. Я уже вижу трамвай, в котором ездят Руби и маршрутное такси Тони! Не может быть! Я первая и сейчас обойду трамвай спереди и бегом к финишу! Откройте мне дверь! Мне надо выйти! Ну вот, теперь мне бежать придется! И по итогам сегодняшних соревнований до финиша добрался... До финиша добрался... Странно, все пришли одновременно, так что побеждает дружба! Ура! У каждого транспорта есть свои преимущества. Но неважно, едете в автобусе, трамвай, маршрутном такси или на велосипеде. Правила поведения пассажиров и правила дорожного движения должны соблюдать все, даже если вы очень торопитесь. В городке Лопатания начался новый день. Все жители городка спешат по делам. Кто-то едет на машинах на работу, кто-то ждет на остановке автобус. Вот и наши друзья, Тони и Руби, спешат на автобус. Руби, давай быстрее, мы опаздываем! Перебежим здесь! Ты же знаешь, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу. Ну давай у нас с тобой здесь будет пешеходный переход! Вообще-то здесь переход дороги запрещен. Об этом говорит этот знак. А все пешеходные переходы обозначаются специальными знаками. Какими? Вот как тот. До него нам и надо дойти. А это что за знак с человечком? Похоже, как будто человечек поднимается по лестнице. Этот знак обозначает надземный пешеходный переход. О, посмотри, люди стоят! Давай мы тоже здесь подождем автобус! Здесь автобус не остановится. А как же люди? Они ждут трамвай. Хм, это ты как догадался? Элементарно, здесь висит знак. Место остановки трамвая. Так что придется пройти еще немного до автобусной остановки. Тогда давай быстрее! Я уже вижу наш автобус! Побежали! Ну вот, мы на месте. О, а вот и автобус. Хорошо. Что-то я не понял. Почему мы свернули? Нам же прямо надо! А, все понятно. Смотри, видишь, вот тот знак. Он обозначает дорожные работы. Там ремонтируют дорогу. Проезд прямо закрыт. Поэтому мы едем в объезд. А может, мы не на тот автобус сели? Не волнуйся, Тоня. Все дело в знаке. Так что с автобуса мы не ошиблись. Просто доедем до школы по другой дороге. Точно, Руби! Смотри, наша школа! Ой, а это же и наша остановка! Тоня, ты куда? К школу! А ты ничего не заметил? Что? Ты опять собираешься перейти дорогу в неположенном месте. И сразу нарушить два правила. Во-первых, переходить дорогу можно только по пешеходному переходу. А во-вторых, для таких, как ты, здесь даже повесили знак. Движение пешеходов запрещено. Так что здесь тебя ни один водитель не пропустит. И более того, пешеходам, нарушающим правила дорожного движения, как водителю грозит штраф. Штраф? Да я вообще-то и не думал здесь дорогу переходить. Нет, что я правил не знаю, что ли. Давай, пошли быстрее, а то вон в школу опоздаем. По моим наблюдениям, мы сегодня добрались до школы, и ты не нарушил ни одного правила дорожного движения. Хо-хо! Я просто молодец! Надо кубику рассказать! Да уж, есть чем похвалиться. В городке Лопатания начался новый день. Все жители городка спешат по делам. Кто-то едет на машинах на работу. Кто-то ждет на остановке автобус. Вот и наши друзья, Тони и Руби, спешат на автобус. Руби, давай быстрее! Здесь перебежим! Ты же знаешь, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу. Ну давай у нас с тобой здесь будет пешеходный переход! Вообще-то все пешеходные переходы обозначаются специальным знаком или пешеходной дорожкой. Ну про знак я понял! А что это за дорожка? Пешеходная дорожка – это белые поперечные полосы на дороге, как у зебры. Вот и автобус. Поехали скорее! Тони, это не наш маршрут. Да ничего! Сделаем небольшой крюк. Не хочу ждать другого автобуса. А почему нам навстречу никто не едет? Они нас боятся! Никто нас не боится. Просто мы едем по дороге с односторонним движением. Смотри! Вот этот знак – дорога с односторонним движением. Так что теперь после перекрестка движение автотранспорта только в одну сторону. Друзья еще не знали, что этот маршрут едет по окраине города. О, Руби! Смотри, какой знак! Я его в городе не видел! Это знак – железнодорожный переезд со шлагбаумом. Он обозначает переезд транспорта через железнодорожные пути. Чаще он встречается, когда выезжаешь за город, где ходят поезда, поэтому ты его в городе и не видел. Вообще-то я не вижу в этом знаке поезда. Там только забор. Он обозначает шлагбаум, который опускается при приближении поезда и преграждает путь автотранспорта. Ух ты! Как интересно! Шлагбаум опускается и поднимается! И теперь мы едем дальше. Но есть знак, на котором нарисован паровоз. Он тоже обозначает железнодорожный переезд. Только без шлагбаума. Когда водитель видит этот знак, он должен удостовериться, не приближается ли поезд. Если поезда нет, то он уже может продолжать движение. А если есть? Тогда он обязан подождать, пока он проедет. Ой, Руби, смотри, наша школа! О, только мы приехали с другой стороны. Эй, водитель! Вы тут поверните и прямо к крыльцу нашей школы. Ну куда же вы? Куда же вы едете? На остановку. Вот, теперь выходи. Ну что ему, сложно было до крыльчка подвезти. Тут смотри, ему даже место для стоянки было. А ты ничего не заметил? Что еще? Мы ехали на маршрутном автобусе. А значит, движется он только по заданному маршруту. А еще перед нашей школой висит знак «Въезд запрещен». А это что значит? Что въезд на территорию школы запрещен. А въезд-то почему запрещен? Потому что здесь очень большое количество детей, которые бегают, прыгают и могут попасть под колеса автомобиля. А это что за знак с человечками? Похоже, как будто они бегут. Этот знак обозначает нас с тобой. Хо-хо! Вот классно! А как он называется? Тони и Руби? Он называется «Дети» и предупреждает водителей о том, что на дорогу могут выбежать дети, такие как ты, которые забывают порой правила дорожного движения. Да ладно тебе! Зато я знаю другие знаки. Это какие же? Ну, вот, например, знаки сервиса, питьевая вода, или это, пункт питания, или вот еще, гостиница, или мотель. И знаешь, что они означают? Представь себе, знаю, уважаемый водитель, помойте руки, покушайте и ложитесь спать. Хи-хи-хи! Вот это полезные знаки! Не то, что твой переходный пешеход! Ой! Ну, то есть пешеходный переход! Ты совершенно прав. Они обозначают, что вблизи знака есть источник чистой воды, кафе или столовая. Ну, а кровать на знаке это обозначение гостиницы. Ты молодец! Все правильно назвал. Конечно, знаки сервиса Тони назвал не все. Всего их 20. Выглядят они вот таким образом. Синий вертикальный прямоугольник, внутри него белый квадрат с черным рисунком. Такой знак говорит о том, что рядом пункт медицинской помощи, телефон, бассейн или пляж и так далее. Побежали, а то уроки уже начинаются. Побежали! В городке Лопатания начался новый день. Все жители городка спешат по делам. Кто-то едет на машинах на работу, кто-то ждет на остановке автобус. Вот и наши друзья Тони и Руби сегодня решили прокатиться до школы на велосипедах. Но подвезут их родители. Руби! Давай быстрее! Переедем здесь, пока нет машин. Тони, так нельзя! Ты же знаешь, что пересекать проезжую часть можно только в специально отведенных местах. Это как? Например, по пешеходному переходу. Ты помнишь, как он обозначается? Это... Это белые поперечные полосы на дороге, как у зебры. А ты знаешь, что эти полосы дорожная разметка. С ее помощью водители-пешеход могут правильно двигаться и не попасть в беду. А как? Обозначают велосипедную дорожку. Велосипедная дорожка обозначается круглым знаком с изображением велосипеда на синем фоне и дорожной разметкой. Вот этой полосой? Не только, еще пунктирными полосами, когда велосипедная дорожка пересекает проезжую часть. А давай переедем дорогу по пешеходному переходу? Вообще-то, для переезда проезжей части на велосипеде существует велосипедная дорожка. А если таких линий поблизости нет? А велосипедисту, вот как нам с тобой, надо переехать дорогу. Тогда велосипедист пересекает дорогу по пешеходному переходу. Но как пешеход? На велосипеде-то быстрее! А если мы не успеем перейти? Тогда мы подождем на этом островке безопасность, пока нам не заботится зеленый цвет светофора. Ха-ха! Руби! Ха-ха-ха! Ну ты как скажешь! Ха-ха-ха! А островок! Ха-ха-ха! Мы ж не на речке! Зря смеешься, Тони! Этот заштрихпованный овал и есть островок безопасности. Он, между прочим, относится к горизонтальной разметке. О-о-о! А бывают другие? Еще бывает вертикальная. Ее наносят на опоры мостов, сигнальные столбы, ограждения и бордюры для того, чтобы они были хорошо заметны. А вертикальную разметку как рисуют? Черным и желтым цветом. Тони, смотри, здесь запрещена остановка и стоянка транспорта. Руби! Ты зачем остановился? О! А это что за знак? А это знак движения на велосипедах запрещено. Значит, дальше мы пойдем пешком? Так и было бы, если бы не эта табличка. Руби! А это что за значок? А это знак дополнительной информации или по-другому табличка. Он уточняет или ограничивает действие знака. И что это значит? Это значит, что в выходные дни проезд на велосипедах здесь запрещен. Ха! Сегодня не выходной день! Значит, мы можем ехать дальше! Классно! Таблички бывают разные. Они могут обозначать зону действия, время действия, а также направление действия знака. Вот здорово! Руби, мы почти приехали к школе. Руби, глянь, как красиво! у нашей школы пешеходный переход разукрасили и знак дети нарисовали! Такая цветная разметка пешеходного перехода не случайна. Желто-белый нерегулируемый пешеходный переход и дублирование дорожного знака возничаются в местах повышенной опасности. А что, у нас в школе повышенная опасность? Участки дороги вблизи детских учреждений, например, школ, всегда считаются опасными, ведь на дорогу могут выбежать дети, такие, как ты, которые забывают порой правила дорожного движения. Там, где есть такой красивый пешеходный переход, я всегда буду переходить дорогу только по нему. Руби, побежали! А то уроки уже начинаются! Кубик, привет! Ты чего это посреди дороги едешь? Давай ко мне! На велосипеде там ехать нельзя! Ну ты даешь! На велике можно только по правому краю дороги ехать или вообще по обочине! Сейчас поворачивать будем! Выставляй правую руку, как я! А ты чего на стадион не заходишь? Тренировки сегодня отменяются? Как же отменяются? Нам же к игре готовиться надо! Стадион сегодня закрыт! Ну, ничего страшного! Давайте прям тут тренироваться! Так, Кубик, вставай сюда! Тут будут ворота! Руби, ты защитник, а я нападающий! это Гол! Гол! Привет, спортсмены! Чем это вы тут занимаетесь? Мы тут тренируемся! Я свой коронный удар отрабатываю! Сейчас вот только мяч возьму и вам покажу! Тони, стой! Ты это куда собрался? Да вон! Видите, мяч на дорогу улетел! Я сейчас! Тони, остановись! Ты, наверное, забыл, что дорога – это зона повышенной опасности, где нужно быть очень внимательным, и игры вблизи проезжей части запрещены! А я очень внимательный! Ага, и поэтому ты чуть не бросился под машину за мячом! А как же его теперь достать? Вы должны попросить взрослых его принести! А если взрослых поблизости нет? По правилам, вы должны дождаться, пока проедут машины, посмотреть налево, убедиться, что опасности нет, дойти до мяча, развернуться, посмотреть направо и, если машин нет, вернуться на тротуар. Тони, и вы, ребята, раз и навсегда запомните, что запрещено играть вблизи дороги, железнодорожных путей и там, где идут ремонтные работы. Ведь побежав за мячом, вы можете не заметить опасность и случится беда. А где же нам тогда тренироваться? Стадион закрыт, а у нас чемпионат скоро! Отличным местом для тренировок может стать футбольное поле возле вашей школы. Там и безопасно, и есть ворота и скамейки. Ха-ха! Точно! Позвольте уточнить, там сегодня команда соперников тренируется. А может быть, вы потренируетесь во дворе вашего дома? Только не на проезжей части, а на детской площадке. Там и места есть, и машин нет. А ворота можно сделать самим. Я думаю, это хорошее предложение. О! Спасибо за совет! Только давайте на велосипедах, так быстрее будет! Удачной тренировки! И не забывайте соблюдать правила дорожного движения. Вот поэтому я люблю за городом кататься! Там нет никаких правил! Можно хоть где и хоть как ездить! Тони, даже за городом нужно соблюдать правила дорожного движения. Ты должен быть очень внимательным. Дорога может быть неровной, или отдыхающие могут встретиться тебе на пути. До свидания! Инспектор! Приходите на матч! Мы обязательно выиграем! Ну и жара сегодня! Еще чуть-чуть и расплавлюсь! Ой, сейчас дойду до Руби, потом купим мороженое и пойдем в парк! Бу! О, как здорово я все придумал! Или сначала купить мороженое, а потом дойти до Руби! Главное, чтобы мы пошли быстрее в парк, там фонтан и прохладно! О! Мороженое! Ну вот, теперь точно! Сначала куплю мороженое и бегом к Руби! Наверняка, Тони придумал, чем нам сегодня заняться. Значит так, возьму Руби шоколадное, а себе банановое. Мое любимое! Ну и жара! Я не просьбу мороженого съесть, надо будет Тони предложить. Нет, только не это! Мороженое тает, надо идти быстрее! Руби! Я мороженое купил! Тони! Ой-ой-ой, как больно! Моя рука! Ребята, вы как? Кубик, ты головой ударился? Кубик, ты присядь! У тебя, скорее всего, от сильного удара головой сотрясение! Руби, давай я помогу! О, дружок! Надо тебя срочно в больницу! Похоже, у тебя перелом! Что-то рука болит сильно! Ну ничего, потерпите! Сейчас приедет скорая помощь и вас осмотрит врач! Как же вы так? Ребята, привет! Я, это вот, мороженое купил! Ну, сладкоежки, вы переполох и устроили! У одного ссадина, у второго шишка и, возможно, сотрясение! Ой, а у Руби вообще возможный перелом! Хорошо, что еще без ожогов обошлось! Да просто я так боялся, что оно растает! Вот и побежал! А там вон машина! И Руби! В общем, простите меня, ребята! Ну вот, сейчас врач посмотрит ваши травмы! Не переживайте! Привет, ребята! Ну как вы? Я вам тут мороженое принес! Но этот раз я его донес без приключений! Ура! 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 Гиганчилис! Тоник, осторожно! А! Руби! Быстрее иди ко мне! А! Руби, кровь! У меня кровь! Тоник, вечно с тобой что-то приключается! Чем ругать лучше помоги! Я сейчас за врачом сбегаю в школьный медпункт! Руби! А без врача никак? У тебя кровотечения! Нужно его срочно остановить! Кубик, давай беги за врачом в медпункт! А я пока что-нибудь придумаю! Ну чего ты возишься? У меня сейчас вся кровь выльется! Не беспокойся! Не выльется! Вот у тебя ссадина! Кровотечение не сильное! Скорее всего капиллярное! Чего? Точно капиллярное! Можешь не волноваться, скоро пройдет! А вдруг я умру? Не, не переживай! Тут написано, что серьезное кровотечение возникает при порезах, ранах и повреждении вен! Отсюда и название венозное! А может я упал и повредил вену на ноге? Нет, при венозном кровотечении кровь бежит струйкой, и ее сложно остановить! Если не перетянуть рану, а у тебя уже все прошло! А может у меня это? Ну, какое-нибудь другое кровотечение! Глянь, а! Точно нет! Артериальное кровотечение самое сильное и опасное! Оно бывает при глубоких ранах и больших порезах! Такое кровотечение очень сложно остановить, если не перетянуть конечность выше раны! Человек может даже умереть от потери крови! Так что тебе повезло! А-а-а! О-о-о! Повезло-то повезло! Только нога болит и щипет! Тони, что случилось? Не переживайте! Мы с Руби уже разобрались! Кровотечение у меня капиллярное и уже остановилось! Это хорошо, что вы во всем разобрались! Но рану надо обработать и наложить повязку! Ребята, вы поможете Тони дойти до медпункта? Конечно, поможем! Осторожно, не торопитесь! Ну, что это такое? Это виды повязок! Вот смотри! Например, эта повязка называется давящая! Судя по названию, она давит! Ну, можно сказать и так! На рану накладывают сложенную в несколько раз стерильную марлю, смоченную перекисью водорода! На нее сверху кладут слой ваты и все это того прибинтовывают! Давящую повязку применяют при небольших кровотечениях! А-а-а! Как у меня! Думаю, для тебя эта повязка даже слишком! А это что за повязка? Она называется косыночная! Почему косыночная? Потому что марлю складывают как косынку и потом накладывают повязку! Ее накладывают, когда приходится перебинтовывать большие участки! Например, грудь, живот, голову, позабедренный сустав! Не-е-е! Это мне точно не подходит! Ага! О! Это тоже не для меня! Верно! Прощевидную повязку накладывают в области носа, подбородка, верхней губы, затылка или лба! Да-да! А вот такую повязку используют, чтобы остановить сильное кровотечение! Артериальное? Чаще всего да! Скручивают валик и подкладывают его! Сгибают ногу или руку! Затем выше раны жгутом перетягивают, чтобы остановить кровь! А потом, когда остановят, можно вот такую повязку сделать? Это самая распространенная и простая повязка! Круговая! Накладывается она слой за слоем по кругу! Она может помочь и тебе! А может мне какую-нибудь другую? А то я не смогу с перебинтованной коленкой бегать! А-а-а! Спасибо! Хе-хе! Я больше на перила не сяду! Я еще в футбол хочу на выходных погонять! Привет, Руби! Чем занимаешься? Привет, Тони! Собираюсь взять на прокат велосипед и покататься! Поедешь со мной? Вот это велик! Класс! Я тоже хочу! Руби! Смотри, какой я себе велосипед выбрал! Да, хороший! А ты его уже проверил? Проверить? Хм! А зачем? Перед поездкой каждый велосипед должен пройти проверку на исправность! Это важно для твоей же безопасности! А как понять, что велосипед исправен? Колеса были накачаны и, главное, были исправны тормоза! Обрати внимание на цепь! Она должна быть смазана и натянута! А еще, чтобы изда на велосипеде была безопасной, нужно, чтобы седло и руль были хорошо закреплены! Отлично! Ну что, попробуем их в деле? А где твой шлем? А это еще зачем? При падении шлем защитит твою голову! Ну ладно! Сейчас сбегаю за ним! Он классный! Я как будто гонщик! Ну вот, теперь можно ехать! Здравствуйте, ребята! Какие у вас велосипеды хорошие! Собираетесь покататься? Ага! Я предлагаю в парк! Тони, ты как? О, давай! Мне нравится там кататься! Я надеюсь, что правила для велосипедистов вы знаете? Конечно! Если едешь по тротуару, надо держаться правой стороны. Вовремя предупреждать о своем движении, находящихся поблизости пешеходов. Позволять другим велосипедистам обгонять тебя слева. Молодцы! И еще нужно помнить, что пока вам не исполнилось 14 лет, вы можете кататься на велосипедах только во дворе, на стадионе, на пришкольной территории, в парке, либо на специальных площадках. Ну, счастливо покататься! Руби, а давай здесь дорогу переедем? Переедем? Ну, перейдем пешком. Инспектор, мы знаем, что дорогу нельзя переезжать на велосипедах. Просто Тони оговорился. Да, да, дорогу переходим пешком, а велосипед ведем рядом. Ну, мы пошли. До свидания! Счастливо, спортсмены! Да! Молодец все же тот изобретатель, который велики придумал. Он, наверное, был таким же умным, как ты, Руби. Ага. А звали его профессор, барон Карл Фон Дресс. Он жил в Германии и придумал первый велосипед в 1817 году. Правда, тогда велосипед состоял из колес, руля и площадки, на которые можно было вставать. А что, педалей не было? Педали добавили позже. Придумал их и прикрепил к изобретению немецкого барона шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан. Кстати, именно он добавил еще и седло. Какой он молодец! Если бы не умный кузнец, пришлось бы нам с тобой пешком шагать. Хорошо прокатились, пора возвращаться. Руби! Да не переживай! Мы же на чудо-изобретении успеем! Интересно, а на первом велосипеде можно было такую скорость развить? Не думаю. Со времен первого велосипеда они сильно изменились. Кто знает, может, в будущем на них вообще можно будет летать. Я бы хотел прокатиться на летающем велосипеде. Наверное, это было бы здорово. Руби! Может, займешься этим? Глядишь, твое изобретение тоже войдет в историю! Как же прекрасно! А красота какая! Ну и куда идти? Да подожди ты идти. Дай насладиться природой. Я вообще-то уже проголодался. А у Кубика в рюкзаке такие вкусные бутерброды. Руби, давай уже веди нас на свою поляну. Ну, показывай, Руби, куда нам идти. Так, сейчас нам надо пройти метров 200 по обочине вдоль кювета, свернуть в лес и пройти по пешеходной дорожке. Затем перейти через железнодорожный переезд, подняться на пригорок, и мы на месте. Пройти почему? Пройти почему? Это, вдоль чего? Я не понял. Руби, а о чем ты говоришь? Что тут непонятного? Это элементы загородной дороги. Обочина – это место для движения пешеходов за городом вдоль проезжей части. А-а-а, как тротуар? Не совсем. Обочина – это не заасфальтированная окраина дороги. И машины могут на нее съезжать для остановки. А-а-а, этот, как ты там сказал? Кювет. Да, кювет. Это что еще за словечко такое? А кювет – это, вон, видишь, арык вдоль дороги. Это и есть кювет. Он нам нужен для стока воды с трассы. О, ну так бы и говорил арык. А то кювет. Хотя слово красивое, надо запомнить. Ну, а пешеходная дорожка, понятно, дорожка только для пешеходов. Правильно? Верно. Правильно, Тони. Ну, что мы стоим? Пойдемте. Стойте, нам надо перейти дорогу. У тебя же в карте нет перехода через дорогу. Так надо по правилам дорожного движения. Каким еще правилам? Мы же за городом. Тут ни пешеходных переходов, ни светофоров, вообще ничего нет. Светофоров нет, а правила есть. И мы их должны соблюдать. И одно из главных правил – это то, что пешеходы должны идти по обочине навстречу движению транспортных средств. То есть, по левому краю дороги. Ну, раз так, тогда пойдемте и перейдем дорогу. А переходить-то где? Ты же сам сказал, что здесь нет ни пешеходных переходов, ни светофоров. Ну, пошли. Разрешается переходить дорогу только по прямым углам и там, где она хорошо просматривается в обе стороны. Ну, тут вроде хорошо видать. Пойдемте. Тони, ты чего? Переходить дорогу здесь детям можно только держа за руку взрослого человека. Я чего? Это он чего? Почему он меня не пропустил? Тони, машины за городом не останавливаются, чтобы пропустить пешехода. Здесь твоя безопасность зависит только от тебя. Поэтому дорогу надо переходить, когда нет машин. Ну и правила. Вон, сейчас вроде машин нет. Пойдемте. Смотрим налево, машин нет. Идем. Теперь направо. Машин нет. Идем дальше. Молодец, Тони. Когда ты не торопишься, ты все правильно делаешь. И еще запомните, нельзя дорогу переходить на поворотах. Кубик, а знаешь почему? Потому что там дорога не просматривается. Правильно, Руби? Правильно. Руби, я вот только не понял, какая разница, по какому краю идти. Вот смотри, что тут обочина, что там. Разница есть. Идти надо навстречу машинам, потому что обочина по левому краю. Почему? Так пешеход видит приближающийся транспорт и может своевременно сойти с проезжей части и обезопасить себя. А, теперь понятно. А вот и знак. Пешеходная дорожка. Нам сюда. Руби, а все-таки молодец тот, кто эти правила придумал. Он все-все в них учел. О, смотрите, смотрите, смотрите. Поезд! Руби, а это что за знак? Этот знак обозначает железнодорожный переезд со шлагбаумом, то есть регулируемый. А что, бывает нерегулируемый? Бывает. Это когда на переезде нет шлагбаума. Тони, отойди от шлагбаума. Вообще не рекомендуется стоять так близко к путям. Скорее отойди от шлагбаума, Тони. Почему? Я хочу поезд рассмотреть! Потому что при движении поезда летят камни, которые могут ударить тебя. Подожди, не спеши. Запрещается выходить на переезд при закрытом или поднимающемся шлагбауме. Руби, смотри, я поезд! Ребята, цепляйтесь вагончиками! Тони, немедленно сойди с путей. Это очень опасно. Тони, железнодорожные пути не место для игры. Это зона повышенной опасности. О! Ребята, смотрите, шлагбаум опять закрывается! Вот видишь, поезд идет. Ты на путях играл. Я-то не знал, что поезд опять поедет! В переезд нужно переходить быстро. На нем нельзя останавливаться. О! А давайте здесь в поезд поиграем. Я-чур-паровоз! Ну, цепляйтесь, цепляйтесь! Ту-туу! Поехали! Машинист, вон и наша станция. Останавливайтесь на лужайке. Пш-ш-ш! Поезд лопотания-лужайка прибыл на станцию! Пассажиры, можете выходить! Ну как? Согласитесь, классное местечко! Да, действительно красивое место! Супер, Руби! Давайте подкрепимся и начнем играть! Кубик, доставай бутерброды! Ну куда же ты? Ой, инспектор, здравствуйте! А вы что здесь делаете? Интересно узнать, что ты делаешь на проезжей части? На проезжей, наверное, зачитался. Такая интересная книжка. Книжка, может, и интересная, но не стоит из-за нее жизнью рисковать. Я же чуть тебя не сбил. Это хорошо, что я успел затормозить. Но могло быть иначе. Простите меня, инспектор, за невнимательность. Давай я тебя подвезу. Куда ты идешь? Да мы с ребятами договорились возле парка встретиться. Молодцы, ребята! Соблюдают правила. Инспектор, остановитесь возле остановки. Мы с ребятами здесь встречаемся. Тони, мы его сбили. С ним все в порядке. Тони, что ты делаешь? Ты же мог попасть под машину. Я... Тони? Привет, Руби. А ты здесь откуда? Давайте перейдем в безопасное место. Тони, я как раз показывал Руби, как выглядит дорога глазами водителя. И как? Мне кажется, очень сложно управлять автомобилем. Я испугался, когда увидел тебя перед машиной. Тони, опасно выбегать на проезжую дорогу из-за автобуса, кустов и других объектов. Водитель может не успеть затормозить и собьет тебя. Я понял, инспектор, что допустил ошибку. Обещаю, что впредь буду внимательней. И не забывай, что проезжую часть можно переходить только по пешеходному переходу. Теперь уж точно не забуду. Это же Кубик! Кубик! Ну и ну. Кубик, от тебя таких нарушений, причем настолько грубых, я не ожидал. Каких нарушений? Ты переехал дорогу в неположенном месте, а велосипедисты должны... Переходить в проезжую часть по пешеходному переходу, ведя велосипед рядом. Правильно, Тони. Еще детям, не достигшим 14 лет, нельзя кататься на велосипеде по проезжей части. О-о-о! Особенно сложно водителям в непогоду или вечером. Тогда из-за плохой видимости еще сложнее разглядеть пешехода. Например, за деревом, который хочет перебежать дорогу. А если пешеход внезапно появился на дороге зимой в гололед... Да уж, сложновато водителям за рулем. Я думаю, вы все сегодня получили хороший урок и поняли, как опасно нарушать правила дорожного движения. Инспектор, мы все поняли! Спасибо вам! Инспектор! Этот удар я посвящаю вам! Тони, мы же договорились! Никаких нарушений правил дорожного движения! Да я пошутил! До свидания, ребята! До свидания, инспектор! Конечно же, я знаю, что играть вблизи дороги нельзя! Это я так! Руби хотел проверить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова